Приветствуем вас, друзья, на канале Криптокомманс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Накопление биткоина. Ходли раскупают ежемесячно около 15 тысяч биткоинов. Компания Circle запускает межсетевой протокол передачи стейблкоина USDC между блокчейнами Ethereum и Avalanche. Биржа OKX привносит биткоин Ординалс в свой кошелек, а также на рынок NFT. EOS Foundation запускает очень важное обновление сети по мере роста рынка криптовалют. И завершает наш выпуск аналитика рынка от Alessio Rastani, который после достаточно продолжительного периода молчания поделится с нами своими наблюдениями. Оставайтесь с нами. Итак, ходлер биткоина не только его ходлят, но еще и активно скупают. Согласно аналитической компании GlassNote, долгосрочные инвесторы агрессивно распродавали свои активы при достижении минимальных уровней текущего медвежьего рынка. Ходлеры или долгосрочные держатели, согласно категоризации GlassNote, составляют когорту инвесторов, чьи монеты имеют возраст как минимум 155 дней. Основываясь на статистических данных, чем дольше держатель владеет монетой, тем меньше вероятность того, что он продаст ее в любой момент. Поскольку данные инвесторы являются очень важной частью категории, следует уделять большее внимание движению их монет и поведенческой модели. Инструмент GlassNote изменения чистой позиции ходлер измеряет ежемесячную скорость, с которой данная группа инвесторов покупает или продает свои биткоины. Как видно на графике, изменение чистой позиции биткоин-ходлеров имеет темно-красное значение во время минимумов медвежьего рынка, последовавших за крахом FTX в ноябре 2022. Эти «крепкие руки» до сих пор продолжали увеличивать свои активы на протяжении всего ралли, показывая, что их не соблазнила возможность зафиксировать прибыль, что может быть бычьим признаком долгосрочной устойчивости текущего ралли. При этом в последнее время ежемесячная сумма, которую они прибавляли к своим активам, имеет тенденцию к снижению. В любом случае, текущее значение индикатора по-прежнему остается положительным, так как текущий темп накопления долгосрочных держателей находится на уровне 15 тысяч биткоинов в месяц, что является очень хорошим показателем. Итак, Circle запускает межсетевой протокол передачи USDC. Что это значит? Новый протокол сжигает монеты в отправляющем блокчейне и выпускает новые монеты в принимающем блокчейне. Фактически, эмитент USDC Circle запустил протокол, который позволяет передавать USDC между двумя блокчейнами – Ethereum и Avalanche. Новый протокол, который называется Cross-Chain Transfer Protocol или сокращенно CCTP, по-видимому устраняет необходимость в мостах USDC. В отличие от традиционного моста или, как его называют, бриджа, этот протокол не блокирует токены, отправленные на его контракт. Вместо этого он полностью уничтожает их и выпускает новые токены в принимающей сети. В своем официальном заявлении команда сообщила, что ожидает, что CCTP решит проблему фрагментации в экосистеме Web3. В настоящее время в различных сетях существует несколько неофициальных версий USDC, большинство из которых являются результатом подключения токенов одной сети к другой. Теперь, когда есть официальный способ передачи монет из одной сети в другую, команда ожидает, что использование этих неофициальных копий будет постепенно сокращаться. Джао Регинато, вице-президент Circle по продуктам, сказал, что, по его мнению, новый протокол может улучшить ликвидность и эффективность капитала в децентрализованных финансах. Благодаря CCTP разработчики могут упростить взаимодействие с пользователем, а их пользователи могут быть уверены, что они всегда совершают сделки с высоколиквидным, безопасным и взаимозаменяемым активом в нативном USDC. Пользователи потеряли USDC и другие криптовалюты на миллиарды долларов из-за взломов бриджей за последние несколько лет, поскольку злоумышленники неоднократно выясняли, как разблокировать ранее заблокированные монеты из бридж-контрактов и оставить их копии в принимающей сети без обеспечения. Это заставляло разработчиков задуматься о том, как защитить бриджи для будущего использования, поскольку цифровые активы становятся все более популярными. Это очень хорошая новость и замечательный пример, когда исходный нативный токен получает механизм от своего непосредственного разработчика по перемещению из одной сети в другую. Bitcoin Ordinales приходит в кошелек OKX. Криптобиржа OKX переносит Bitcoin Ordinales в кошелек OKX и на рынок OKX NFT, став первой многосетевой платформой, позволяющей просматривать и передавать Bitcoin Ordinales. NFT на блокчейне Bitcoin или Bitcoin Ordinales – это цифровые активы, зарегистрированные на Сатоши, самом маленьком номинале биткоина. Bitcoin Ordinales был запущен в этом году в результате обновления протокола биткоина, сделанного в 2021 году под названием Taproot, позволяющего использовать уникальную цифровую подпись в биткоинах. Благодаря интеграции Bitcoin Ordinales в свой кошелек, биржа OKX стала первой мультичейн-платформой, поддерживающей эту возможность. Нам пришлось действовать быстро, чтобы приветствовать возможность использования Bitcoin Ordinales, а также представить простой способ хранения, управления и в ближайшем будущем выпуска Bitcoin Ordinales в службе наших биткоин-кошельков. «Я надеюсь, что эта интеграция поможет привлечь больше людей, чтобы поиграть с этой новой утилитой и открыть для себя новые возможности на блокчейне биткоина», сказал директор по маркетингу OKX Хайдер Рафик. Примечательно, что торговая площадка OKX NFT скоро позволит своим пользователям выпускать и торговать Bitcoin Ordinales на своей платформе. Это также откроет возможность для пользователей создавать, покупать и продавать. Bitcoin Ordinales дешевле и проще. Долгожданное и важное обновление для сети EOS. Радостное сообщение в сети EOS. EOS Foundation недавно запустила крупные обновления с инновационными разработками и решениями для своей экосистемы. Апгрейд под названием Antilope Leap версия 4.0 или прыжок антилопы – это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое позволяет любому без проблем управлять узлом или по-другому нодой в блокчейне EOS. Для информации, узел – это компьютерная система, которая запускает модель консенсуса блокчейна, проверяя входящие транзакции пользователей и сохраняя данные в распределенном сетевом реестре – блокчейне. И с учетом сказанного, апгрейд EOS Antilope Leap версия 4.0 было запущено для оптимизации производительности узлов, что позволяет любому без проблем запустить и выполнять операции с нодами. Решения, которые это обновление предлагает операторам узлов, включают функции многопоточности для повышения производительности узла, уменьшения задержки узла и более быстрого распространения блоков, а также повышения прозрачности и контроля. Операторам узлов было рекомендовано обновить свое программное обеспечение до новейшей версии Leap для простоты использования и совместимости с другой сетевой инфраструктурой. Но что у нас по цене токена? А цена отреагировала достаточно вяло. И несмотря на запуск обновлений Leap версии 4.0, недавний рыночный ралли, в результате которого биткоин вернул ценовой диапазон в 29 тысяч долларов, цена EOS значительно не поменялась. В то время как биткоин прирос на более чем 1600 долларов за 24 часа, для EOS такие изменения в отношении с другими альткоинами еще впереди. Биткоин находится в движении и делает ретест отметки 29 тысяч 200 долларов. Если он не сможет ее преодолеть, то может произойти откат, что негативно повлияет на цену EOS, а также и других криптовалют. Держим пальцы скрещенными и надеемся, что приближающиеся выходные падение цены не испортит. И завершает наш выпуск аналитика рынка от Alessio Rastani, где кратко, тезисно и по сути аналитик расскажет, почему паттерн Kiss of Death или поцелуй смерти еще не образовался, и почему на его взгляд это достаточно маловероятно. Давайте послушаем. Таким образом, у нас есть только две части или два критерия сигнала поцелуя смерти для биткоина, но самого сигнала еще не образовалось. Почему? Потому что даже несмотря на то, что биткоин упал ниже 21-го месячного MA, затем отскочил и снова поднялся к 21-му месячному MA и даже закрылся, вывод такой, что основной части сигнала, то есть полностью сигнала поцелуя смерти, еще нет. И большой вопрос, который, вероятно, у вас также возникает, вероятно ли увидеть сигнал поцелуя смерти на данном графике цены биткоина где-нибудь в течение этого года. И мой ответ на этот вопрос будет следующий. Маловероятно. Далее Олесио приводит четыре аргумента, почему он считает такую вероятность небольшой. Первый аргумент – это хорошее бычье пересечение на МАГДИ на двухнедельном таймфрейме, которое образовалось в начале этого года. Второй аргумент связан с распределением волн Эллиота. Третий аргумент – это поведение индекса NASDAQ и в целом довольно позитивное движение акций тех компаний. Основываясь на исторических данных, Олесио делает заключение, что индикация индекса NASDAQ, а также позитивная динамика цен на акции тех компаний, подсказывает нам о более бычьей ситуации, происходящей на рынке. И четвертым важным фактором и бычьим признаком происходящего на рынке Олесио считает удерживание ценой биткоина уровня 21-го недельного EMA. Далее Олесио еще несколько раз повторяет то, что он уже говорил в начале видео, но такова его особенность повествования, и именно за это мы этого автора и любим. И здесь мы завершаем наш выпуск. Надеемся, информация была вам интересна и полезна. Как и всегда, мы желаем вам удачного трейдинга, прекрасных выходных, и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова